МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разгулявшийся ноябрь. В Беларуси на 29 число объявлен оранжевый уровень опасности. Я снег обожаю, поэтому для меня это счастье. Где стоит быть особенно осторожным. А также перспективы на будущее, время работы и повышение доходов. Средняя зарплата беларусов за октябрь подросла. Кто зарабатывает больше? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Венесуэлы. Представители государств поговорили о преобразовании отношений и укреплении сотрудничества. Белорусский лидер обозначил, необходимо обновить дорожную карту и следовать намеченному плану. Пауза в совместном взаимодействии не смогла пошатнуть направления, которые были определены ранее. Главное, о чем я хотел бы вам сказать, господин Менемес, мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Наши возможности вы знаете, они вам нужны, и технологии, и другое надо начинать. Я думаю, что в ходе вашего визита нынешнего мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества. Я думаю, надо задействовать все те программы, которые когда-то нами были определены. Все в теме. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, присутствовал и активное участие принимал в формировании тех программ, которые сегодня сохранены. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что мы тогда предлагали, и то, что мы с вами намечали, оно востребовано в Венесуэле. Не обошлось без обсуждения предстоящих совместных проектов. Также Александр Лукашенко отметил, что Венесуэлы уважают во всем мире за отстаивание своих суверенитета и независимости. Вице-президент дружественной страны поблагодарил за теплый прием. Джингл Беллс. Белорусы не усвоили уроки и продолжают вестись на развод виртуальных жуликов. В преддверии зимних праздников интернет-мошенники активно взялись за доверчивых пользователей соцсетей. Основная площадка – Инстаграм. Там все чаще появляются мнимые аккаунты магазинов с новогодними елями и украшениями. Маститы и аферисты предусматривают все варианты махинаций, накручивают подписчиков, постоянно обновляют ленту товарами. Но есть признаки, по которым можно распознать фейковые странички. Советуем обращать внимание на условия, выдвигаемые продавцом. В первую очередь должна насторожить цена, значительно ниже рыночной. Кроме того, ни один интернет-магазин не будет просить покупателя перевести предоплату в размере от 50 до 100% стоимости товара. А вот мошенники делают это постоянно. Специалисты рекомендуют оплачивать товар только после его получения. Безопасность на дорогах, удобные поезда и продолжительность труда. Профильное ведомство установило расчетную норму рабочего времени на 2024. Сколько будет часов в графике у белорусов? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Средняя зарплата белорусов за октябрь – 1971 рубль. В сентябре этот показатель был ниже на 32. Больше всех зарабатывают сотрудники сфер информации и связи, финансов и страхования, а также научной и технической деятельности. На первом месте по уровню доходов, как обычно, столица. 2024 официально объявлен годом качества. Решение принято в целях дальнейшего повышения уровня жизни граждан. Будет сделан акцент на повышении конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам. Реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов – приоритет идеальных показателей над количественными. Минтруда и соцзащита установила расчетную норму рабочего времени на 2024. В новом году она станет немного больше. В пятидневную неделю сотрудники будут работать в 2016 часов, в шестидневную – 2022. Также определены переносы трудовых будней – с 13 на 18 мая и с 8 на 16 ноября. С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за отсутствие зимних шин. На первый раз минус 37 рублей, повторно в течение года от 74 до 185. Также госавтоинспекция рекомендует уже сейчас переходить на безопасный стиль вождения, не превышать скорость и избегать необдуманных маневров и резких торможений. 144 дополнительных поезда будут курсировать по территории страны на новогодние и рождественские праздники с 22 декабря по 9 января. Наиболее востребованные направления – из Минска в областные города. Также в расписании увеличился и перечень поездок в Россию. Продажа билетов уже открыта. От всего сердца Бобруйское житё принимает поздравления старейшему изданию города 105. К празднику присоединился и телеканал «Бобруйск-360». В этом году ему исполнилось 6 лет. Поздравляли именинников многочисленные гости. Руководство города, городских организаций, ветераны и действующие корреспонденты. В тёплой домашней обстановке прозвучали искренние пожелания. Некоторые журналисты отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами. Без памятных презентов не остались и те, кто много лет провёл в стенах редакции. Пожидания такие, как бы я сейчас и сновали, да и сновали. Ну и головное, что мне вот запомнилось, что мне потелефоновали и не забылися. Это значит памятались былых супрацовников своих. И такое короткое пожидание, как памятались и добрым словом озывались. После торжественной части гостей и сотрудников медиахолдинга ждал уютный фуршет. За кружкой чая старшее поколение вспомнило интересные истории из рабочей жизни и поделилось опытом с молодыми преемниками. Не все герои носят плащи. Некоторые вооружены ручками, ежедневниками и фотоаппаратами. Журналисты ежедневно в поиске самых свежих и вкусных новостей. Благодаря их труду и самоотверженности газета «Бобруйское житё» празднует свой 105-й день рождения. Юлия Вернер поздравила именинников. Работа журналиста, конечно, заключается в поиске, в повседневном поиске тем, как я говорю, интересных тем, важных тем, которыми можно заинтересовать не только себя, но и читателей, ведь это общество в целом. Сто лет и более – это уже показатель зрелости и необходимости данного средства. Таких мало. Молодость – двигатель прогресса. Самый юный сотрудник издания Виктор Чабан успевает всё везде и сразу. Без присутствия молодого корреспондента не обходится почти ни одно событие города. Мне нравится доносить информацию людям. В нашем дружном коллективе информационного агентства мы постоянно со всеми на связи, обменяемся опытом. В газете «Амбициозный парень» трудится с 15-ти. От ведения социальных сетей до собственных публикаций. Молодой человек оканчивает один из самых престижных вузов страны по профильному образованию и мечтает стать хотя бы главным редактором. Мы изучаем какие-то новые движения в сфере медиа, представленные во всех социальных сетях, которые сейчас пользуются спросом у наших жителей, где мы пишем о бобруйской жизни, рассказываем о проблемах бобручан, пытаемся помочь решить их. Вниманием не обделённый район. Его жители регулярно снабжаются актуальной информацией. За эту важную задачу отвечает газета «Трибуна працы». Издание основано в 1982-м, но до сих пор не теряет релевантности и востребовано среди читателей. В 2022-м еженедельник стал частью медиахолдинга. Информационное агентство «Бобруйск.Медиа» живёт, развивается и идёт много со временем. Впереди у нас много планов и проектов, поэтому нам есть чем удивить своих зрителей, читателей и слушателей. Это «Бобруйск.Лайв». Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Это «Итоги недели». В студии Дмитрия Овчаренко. Здравствуйте. А вот заголовки «Уходящих семи дней». Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Непечатными изданиями едины. В один день с БЖ свой праздник отмечает и «Бобруйск.360». В этом году ему исполняется шесть лет. 28 ноября 2017-го громко и масштабно в эфир врывается этот молодой и перспективный телеканал. Ну что, в добрый путь! Ура! Мнение, аналитика, интервью, развлекательные программы. Все это сегодня «Бобруйск.360». По ту сторону экрана ежедневно трудится небольшая команда. Можем. А я забыла. Анастасия Хурзан нырнула. Нет, не нырнула. Приятные ощущения. Шоковый рис. Какое все дела? Это не так просто, как кажется. Забыл. На плечах журналистов информационная повестка дня не только города, но и страны, мира. Акцент на самых важных и резонансных темах, которые волнуют всех и каждого. Здесь присутствует какое-то разнообразие. И каждый день ты смотришь что-то разное. Ты можешь сегодня монтировать и выставку, и криминал, и уборку снега, и каких-то авиамоделистов. И все абсолютно разное. Жизнь без телевидения, ну, это было бы очень сложно. Марию Бересневич по праву можно считать сердцем телеканала. Свой профессиональный путь она начала со школьной скамьи. Именно тогда, в 11 классе, появилась идея пойти на курсы журналистики при той самой трибуне працы. Сказать, что я мечтала в детстве о такой работе, не сказать ничего. Мне всегда очень хотелось попасть по ту сторону экрана, да. И я недавно встретила свою подругу детства, и она мне сказала такую вещь, ты была в эфире. И я вспомнила, как мы с тобой общались, ты мне сказала такую вещь, что посмотришь. Однажды ты увидишь меня из телевизора. Годами позже Мария Бересневич окончила университет и пришла стажером на Бобруйск-360. Через полтора года стала шеф-редактором, а еще через три заняла должность заведующего отделом телерадиоинформации. Что привлекает здесь, вот именно на Бобруйск-360, это домашняя атмосфера. Ты приходишь сюда, как домой, ты понимаешь, что все эти ребята, твои коллеги, они, ну, как тебе братья и сестры, не знаю, кто-то может быть дядя, тетя, но это реально семья. Сейчас Бобруйск-360 – прочная нить, которая связывает жителей города с тем, что происходит в мире. За новостными программами всегда стоит дружная команда корреспондентов, шеф-редакторов, операторов и всех тех, кто изо дня в день прикладывает руку к деятельности медиа. Могут меняться люди, но одно останется незыблемым. Телеканал каждый день будет держать руку на пульсе. Дорогие друзья, говорят, телевидение – это глаза города. И в этом смысле в 2017 году Бобруйск словно прозрел. Я искренне горд и счастлив, что мне довелось работать с вами в одном коллективе. Ведь Бобруйское житё, впоследствии медиахолдинг «Бобруйск-медиа» – это уникальное предприятие для всего нашего региона, для всей Могилёвской области. Хочу искренне поздравить вас со 105-летием газеты «Бобруйское житё» и шестилетним юбилеем телеканала «Бобруйск-360». Хочу сказать, что телевидение, газеты и радио в моём сердце навсегда. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, «Бобруйск-360». Во власти стихии Беларусь накрывает снежная буря. Циклон Фила брушил на страну резкие заморозки. Сильный ветер, минусовая температура, метель и снегопады. Несколько дней подряд в республике держится оранжевый уровень опасности. Из-за большого слоя снега затруднено движение. Разбушевавшаяся стихия стала причиной многочисленных ДТП. Люди всеми силами пытаются справляться с непогодой. Коммунальные службы без устали расчищают завалы, посыпают дороги песком и солью. Мы так привыкли к этой тёплой осени, что пока не готовы. Мне нравится зима вообще-то. Погода чудесная, можно погулять, я на пенсии. Так что гуляю, хожу. Да, конечно, перешли уже на зимнюю резину. Уже давно, уже с полмесяца где-то. Я снег обожаю, поэтому для меня это счастье. Не только Беларусь стала жертвой неожиданных погодных условий. На жителей Болгарии обрушился мощный шторм с аномальным снегопадом. В четырёх районах введён красный уровень опасности. Север Европы также страдает от непогоды. В Швеции, Дании и Норвегии столбик термометра опустился до рекордно низких ноябрьских температур. На западе Германии из-за ненасти на дорогах сильные гололедицы. Это всё из событий к этой минуте. Сразу после нас Бобруйск Лайв. Моя коллега Мария Бересневич расскажет, в чём суть профсоюза. Что больше всего волнует простых рабочих и как купить путёвку в санаторий со скидкой. Все ответы в 20.45 на телеканале Бобруйск 360. Не пропустите. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok